Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Положительно сыгрались те предприятия, которые носят экспортно-ориентированный характер. ЗМУ, ветский фанерный комбинат, красный якорь. А те, которые внутри России, как строители, ничего не получается. Еще и по экономике, если предприятие достаточно мало зависимо от импорта, как наше дерево, на него курс никак не влияет. Дерево привезли, переработали, получили плиту, отправили на экспорт. Хотя не все так просто, поскольку там они тоже все сориентировались и все на экспорт. Таким образом, получился демпинг. И в результате там процентов на 20 просто стоимость экспортная упала. Среди предприятий, которые увеличили объемы продаж, Веста, завод минеральных удобрений, металлургические предприятия. Программа Экономика. Продажи дорогих смартфонов растут, несмотря на кризис. Они в первой половине 2015-го увеличились в России на 22%, в денежном выражении на 55%. Рост произошел в категории телефонов дороже 25 тысяч рублей. Это же отмечает и директор Кировского филиала МТС Максим Исаев. Конкурентная ситуация в розничных сетях разных операторов привела к тому, что мы с удовольствием наблюдаем рост практически в два раза продаж к прошлому году дорогих смартфонов. В апреле этого года у нас была новая стратегия принята. Мы опустили цены практически до 30%. Мы видим всплеск продаж с апреля. Мы как оператор заинтересованы в проникновении в базу таких устройств. Абоненты начинают пользоваться мобильным интернетом. Доходы от мобильного интернета ежегодно растут, а доходы от голоса снижаются. Отмечу, что общие продажи мобильных телефонов упали. В первом полугодии в России продано 17 миллионов трубок на 116 миллиардов рублей против 19 миллионов устройств на 113 миллиардов за первые шесть месяцев 2014 года. Падение происходит впервые за время продаж смартфонов в стране. Экономика. К другим новостям. Кировчане перешли от потребления к сбережению. Это следует из статистических данных, обнародованных правительством. Сейчас кировчане направляют на потребительские цели 71% своих расходов. В прошлом году было 77%. Сумма вкладов в банках увеличилась за год в несколько раз. Правда, для сбережения остается все меньше средств. Реальные доходы жителей области снизились на 2,5%. Обязательной индексации зарплат в России не будет. Правительство не поддержало законопроект, предложенный ЗАГС Собранием Карелии. Предлагалось обязать всех работодателей повышать зарплату не реже раза в год на процент роста потребительских цен. Но правительство заявило, что на индексацию для бюджетников денег нет. Требуется 40 миллиардов рублей ежегодно. Кировские производители продают ритейлерам продукты по завышенным ценам. Об этом заявляют представители сети «Магнит». Кроме того, развивать отношения мешает упрощенная система налогообложения у некоторых производителей. Из-за этого магазины не могут предложить покупателям конкурентные цены. Также не соблюдаются стандарты фасовки и маркировки продукции. Далее несколько цифр. 118 тысяч рублей – средний размер долга кировской семьи перед банками. Три предприятия обеспечили рост налога на прибыль в регионе. Это завод минеральных удобрений «Алмаз-Антэ» и «Авитек». Полмиллиона рублей стоит научиться водить самолет в Кирове. И о валютах на 21 августа доллар стоит 66,96 евро 74,47. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101ФМ «Алмаз-Антэ» и 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 «Алмаз